Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И Вертига на самом деле, по-русски мы же пишем Вертига Да А изначально это было по-английски Вертига Я играл в Counter-Strike Студенчество, пока учился В университете, мы иногда ходили Там была карта Вертига Я думал, что это название города Вот этой карты Оказалось, что это вообще Головокружение В переводе с английского Но я это узнал уже потом И аббревиатуру Вертига По-английски я просто переписал на русский Мне просто визуально понравилось Как это выглядит И я так оставил И вот с тех пор я Макс Вертига Макс Вертига Занимался и рэпом Да И еще там глэмом, по-моему Да что-то Что-то было Я все Все жанры, которые существуют Я все их прошел И почему сейчас в Шансоне Потому что Самый большой отклик от публики Я получил И более того Я с детства Очень любил Александра Яковлевича Розенбаума И всегда мечтал, наверное Быть чуточку на него похожим Но Та музыка, которую я писал Не давала мне Вот этого отклика от публики А когда я начал писать Шансон, Эстраду Вот эти песни Про водителей Я тогда Увидел отклик И это все накладывалось Накладывалось И я понял, что в этом надо оставаться Потому что я там максимально Максимально я То есть я максимально настоящий Это тебе ближе всего Да Почему именно тема водителей У тебя с чем-то связано Или как Это интересная история Очень много у меня Сейчас музыки о водителях И в принципе мы сейчас Гастролируем С песнями о водителях Это началось С одной маленькой просьбой Знакомые попросили Помочь им дописать Альбом о водителях Я тогда писал Совершенно другую музыку Я уже тогда сочинял Исполнял Исполнял как диджей Сочинял тексты И вот попросили Сказали Максим Нам тебя посоветовали Ты вроде как можешь Нам помочь Закончить альбом Это была компания Сиптракск Новосибирская В частности Юлия Королева И мы написали Одну песню И как ни странно Эта песня была Папа я скучаю Которая уже Семь лет Семь лет Она Самая главная В моем репертуаре Семь лет Помаши мне В дорогу рукой И я буду Спокойный Свет сделан Спроси Когда вернешься домой Я отвечу Как можно скорее Засияешь Улыбкой моей Как же мы С тобой похожи Эти глазки Как у мамы твоей Разве может быть Что-то дороже Сквозь неведомые Дали С нетерпением Жду звоночка Пусть меня хранит Мой ангел Знаю я, что Дома Дочка Пусть меня хранит Пусть меня хранит Мой ангел Знаю я, что Дома Дочка А у нас сегодня Выпал снег Он похож На зимнюю сказку Присыпал Мороз на стекле Написала Слово Папа Папа, папа Я скучаю Папа, папа Как твои дела Папа, папа Умоляю Ты возьми С собой меня Сквозь неведомые Дали С нетерпением Душ Двоночка Пусть тебя хранит Свой ангел Знаю, что Дома Твоя Дочка С нетерпением Душ Дочка Подрастает Кровинка моя Распускается Цветами Складывает Буквы в слова Папу Радует Бантами Как много Прошагал я Дорог Но без нее Везде чужая Хранит И пускай Я сейчас Далеко Поцелуй За меня Маму Сквозь неведомые Дали С нетерпением Жду Звоночка Пусть меня Хранит Мой ангел Знаю я, что Дома Дочка Сквозь неведомые Дали С нетерпением В Душ Звоночка Пусть Тебя Хранит Твой Ангел Знаю, что Дома Твоя Дочка Сквозь неведомые Дали С нетерпением В Душ Звоночка Пусть Меня Хранит Мой Ангел Знаю, что Дома Твоя Дочка Дома 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 И теперь Дома Твоя Дочка Дома 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 Алё Скоро приедешь Ко мне? А потом Она сказала А может быть Ещё что-нибудь Напишешь? Мы написали Песню Я вернусь А потом Я начал Общаться С водителями Потому что Они попросили Альбом И Я начал Втягиваться В общение Я начал Втягиваться В эту Ну В кавычках В тусовку В водительскую Жизнь Жизнь Дальдобойщик Да И всё И потом Один альбом Второй Третий Четвёртый И Как-то так Получилось Что Мой репертуар Перенёсся В водительскую Тематику Хотя Сам я Сидел За рулём Два раза Тягача Всего То есть Мой репертуар В клипах Один раз В одном клипе Второй В другом Вот И Ну Я что-то Чувствую С другой стороны Ты понял Общение От них И Это Значит Ты втянулся В эту тему И В свои тексты И музыку Именно Их в душу Вкладываешь Да И самое интересное Что я начинал Сам писать Все тексты Сам начинал Писать всю музыку И по мере того Как эти выходили Песни Появлялись люди Очень талантливые К примеру Вчера На концерте Был Хэл Кузнецов Из Екатеринбурга Земля Кваш Он мне однажды Написал Максим Я слушаю твои песни Я тоже пишу стихи Может быть Что-то получится Сделать на них Записать Выпустить Чтобы Люди Услышали И так появились Очень талантливые Водители Дальнобойщики Которые Помимо того Что они Едут Они оказывается Еще остановились На стоянках И пишут Песни Романтики Да И их сейчас Не очень много Но они все Вот с нами В нашей команде Мы Всегда стараемся Чтобы на концертах Было побольше Таких Наших авторов Песни Которых я записывал Исполнял И так далее Чтобы люди знали Что Не всегда все песни Пишу я А что вот есть Настоящие авторы Которые Это все написали В рейс Не порастет Троллой дорога Не заржавеет Мой мотор Пока внутри Я слышу шепот Любимых гул Твоих повтор За поворотом Повороты На каждом пятом Маяке От тех Кто больше Не приедет От тех Кто больше Нет пути Я вернусь Я ведь Обещал На ветер Слов не Опускаю Да Ты сама Родная Знаешь Мы оба знаем Да Бывает Своё берет Счёт Подери Ошибок Трасса Не прощает Но у меня С ней Всё на мази Я Разменял бы Сейчас Все километры На теплоту В твоей Руки Приеду Утром В понедельник Не торопи Не торопи Я вернусь Я ведь Обещал На ветер Слов не Опускаю Да Ты сама Родная Знаешь Что я Вернусь Я ведь Обещал На ветер Слов не Опускаю Да Ты сама Родная Знаешь Я попрошу У неба Ветра Попутного Тебе И что бы В тех краях Где не был Ты просто Вспомнил Обо мне Вспомнил 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 На ветер На ветер Слов не Опускаю Да Ты сама Родная Знаешь Что я Вернусь Я ведь Обещал На ветер Слов не Отпускаю Да Ты сама Родная Знаешь Что я Родная Представь свою команду Потому что вчера я был удивлен Что очень много с тобой Приехало людей на концерты Да Это Самый минимум Скажем так Вчера Со мной был Неизменный гитарист Павел Жижин Который на всех концертах Уже полтора года Мы с ним Даем концерт И он всегда Везде Присутствует Ни одного концерта не пропустим Алена Пак Она же По колено У нее псевдоним Такой Потому что она Точки над ее Забыла Указать в детстве И она была Алена Пак Потом она И она всем говорила Что я Пак Алена Но только по колено Получил И вот так получилось Что Ее псевдоним Она выбрала в свое время По колено Денис Иваницкий Концертный Мой директор Мы начали дружить Давным-давно И В какой-то момент Он сказал Макс Ну Ты как бы Выпускаешь песню Тебя много Дед слушает Но может быть Пора уже Начать К людям приезжать Концертный день Да А может быть Давай У тебя нет на это Времени Я понимаю Потому что Записи Кстати Все клипы Все записи Песен И так далее Я сам делаю Монтаж И так далее И он сказал А может быть Я помогу тебе Концертную дельность Как-то сделать Я говорю Денис Если у тебя есть время Давай И вот Денис Начал Учиться Организовать Концерт И у него Это хорошо получилось У него Начало получаться У нас в команде На самом деле Еще Ну еще Очень много людей Которые всегда С нами Я Я Бесконечно Их могу Перечислять В этот раз Мы приехали В четвером Потому что У кого-то Не получилось Я очень многих Хотел Позвать Конкретно Даже в Екатеринбург Я хотел Эдуарда Хусандинова Позвать Мы с ним делали Совместную песню Я хотел Позвать Постю Джарума Который со мной Начинал делать Песни о дальнобое Для компании Сибирского Я хотел позвать Александра Охотина Скрипача Очень гениального Из Новосибирска И так Максимуса Который очень много С нами песен написал Он в Беларуси В общем Мы всегда стараемся Где бы мы ни были Людей привлекать То есть Мне не интересно Одному Я считаю Что Мое творчество Это Это работа команды И я до последнего Буду Топить за то Чтобы Со мной ездили Люди Которые Были в Уистов Это важно У тебя сейчас идет Проект Какой-то Ильич Расторгуев Да На самом деле Не совсем у меня Но я к этому Тоже причастен Есть Фестиваль Музыка гордых Мы о нем узнали В последний день Подачи заявки Его организовал Николай Расторгуев В жюри Также Ирина Дубцова И очень много Других музыкантов Которые Ну Давно И Профессионально Занимаются музыкой И опять же Заслуга Дениса Иваницкого Нашего концертного Директора Он нам скинул За день До окончания Приема заявок Ссылку И говорит Ребята Смотрите Тут очень много Номинаций В которые бы Ваши песни Зашли Там была Что нас привлекло Там была номинация Патриотическая песня Песня о защитниках Родины И была Номинация Песня о семье Песня о семье Мы отправили Песню Которую мы написали С Аленой Пак С моей женой Называется она Белые лебеди Она о том Как Дочь Выходит замуж И отец Скажем так На мероприятии Ей говорит слова А она ему отвечает Почему эту песню Можно послушать Посмотреть Она везде Называется Белый леб Я сегодня в белом платье Улетают птенцы из гнезда Как лебеди Улетают птенцы из гнезда Как лебеди Улетают птенцы из гнезда Как лебеди Как лебеди белые Такие взрослые уже Но еще не смелые Спасибо за то Спасибо за то Что сильнее никого не любил И была номинация Песня о защитниях родин Естественно Естественно я туда Отправил песню Возвращайтесь живыми С которой я кстати Знаком тоже И поэтому Я Планировал с тобой Еще это интервью В 23-м году Я могу Рассказать об этой песне Давай Когда Начались известные события Моя мама Как и все матери Нашей страны Она Очень переживала За всех И за меня И Да за всех За всех Ну маму И она мне сразу Уписала Максим Вот я что-то тут Утром Проснулась И вот у меня Такие строчки есть Присылает мне Четыре строчки За полет журавлей За мирное небо От великой России Возвращайтесь домой Возвращайтесь живыми И она говорит Я не знаю Почему мне эти строчки Пришли в голову Ну Ты же у нас Вроде как Исполнитель Может придумаешь песню Очень Очень Она нужна Все Честно признаюсь Я не люблю Спекулировать На подобных темах Я очень далек От Войны От Военного дела И так далее И я маме написал Честно Говорю Мам Когда-нибудь Не обещаю Не обещаю Через год Через год Мне Пришли Строчки Куплетов Музыка И все остальное В одночасье У меня всплыли Слова мамы В голове Я помню Стоял Пил кофе Был март И я вижу текст И у меня начинает течь слезы Потому что Я понимаю Что за этот год Мы все уже настолько Перенервничали И Я понял Что да Вот пришло время Написать И записать Выложить Я эти строки записываю Тут же спускаюсь в студию И там же начинаю петь Я еще очень хорошо помню Это был Это был март И я переболел недавно И я очень волновался За то что Я исполнил С немножечко Охрипшим голосом Потому что Очень много там Кашля было И голос еще не восстановился После болезни И я ее записал И думал Что это демо Ну думаю Сейчас запишу Зафиксирую Как бы идею А потом Когда голос остановится Перепишу И прошла неделя Я понял Что я не хочу это переписать Это было записано Именно в тот момент Когда я Когда это нужно было И как Вот Как это объяснить Вот так Я только послушал Оно не сразу зашло Да вот И я думал Что это демо А через неделю Оказалось Что я сам послушал Я не скрываю слез Я слушал И не понимал У меня есть просто Правило Я когда песню записываю Я даю ей отлежаться Неделю Чтобы через неделю Примерно отслушать ее Как будто бы Новыми глазами Да С широко раскрытыми глазами Да И вот И тогда у меня Есть понимание Надо эту песню выпускать Или не надо И вот когда я Возвращайтесь живыми Через неделю Послушал У меня слезы Бегли в глазах Это был не я Это какое-то было состояние Видимо Свыше что ли Не знаю Я искренне прочувствовал Это все Потому что я спел О том Что мы правда За всех Переживаем И молимся Вы оставили свои дома И тысячи плачущих глаз Села и города И вовсе не на показ Мы оставили нам души свои Чтобы грели сердца Как костер Тех кто теперь позади Приди без крайних полей И озер Вы оставили ночи и дни Желтые матики Все слилось в бесконечный миг Без отцов и сыновей Вы оставили надежду нам Все теперь в ваших руках А мы будем молиться за вас И за тех Кто уже никогда За полет Журавлей И за мирное небо Над великой Россией Возвращайтесь домой Возвращайтесь живыми У Господа планы свои А у вас есть только приказ Ради жизни и ради любви Ради детских счастливых глаз Вы обниметесь снова все Обещайте вернуться домой И за общим столом до дна С гордо поднятой головой За полет Журавлей И за мирное небо Над великой Россией Возвращайтесь домой Возвращайтесь домой Возвращайтесь домой Возвращайтесь живыми 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 За полет Журавлей И за мирное небо Над великой Россией Возвращайтесь живыми Возвращайтесь живыми Возвращайтесь живыми И эту песню вы отправили, Николай Ростов? Эту песню, да, я отправил в номинацию «Патриотическая песня». К сожалению, такая номинация вообще исчезла из конкурса. Я рассчитывал на то, что она появится хотя бы в финалистах. В итоге из двух отправленных песен есть только «Белая лебедь», «Возвращайтесь живыми». Я думаю, может быть, они еще сделают, может быть, какие-то номинации они забыли просто отсудить. Может быть, еще появятся, так что держим кулачки. Я бы с огромным удовольствием с этой песней выступил бы хоть где. И вы зашли в шорт-лист? Да, ну, в шорт-листе сейчас. Ну, не я там официально, Алена Пак, мы же ее вдвоем поем, песни мы вместе написали. Все равно частично я от себя, как бы, мы зашли, наша команда. Ну, конечно, как другая. Ты часто принимаешь участие в подобных конкурсах или просто в гастролизме? На самом деле, вообще не часто. И в какой-то момент я понял, что, возможно, нужно уже начать. Потому что обычно подобные конкурсы, они делаются для все-таки более-менее начинающих, молодых исполнителей, чтобы проявить себя, показать. А я в какой-то момент себя уже обнаружил, да, уже не молодым исполнителем, а уже гастролирующим человеком, который дает концерты, у которого большая аудитория, у которого много подписчиков. И поэтому я всегда скептически относился к подобным конкурсам, чисто из-за внутреннего ощущения. Мне казалось, что я уже, как бы, перерос конкурс на вот эти вещи все. А сейчас понимаю, что все-таки надо участвовать. Конечно, потому что как бы ни осталось чувство недосказанности. Да, потому что эти подобные конкурсы, они дают людям возможность раскрыться и показать себя. А, ну, как бы, невозможно же всем себя показать. Просто будучи самим собой, нужно все равно где-то, как это сказать, свое эго прибрать. И вот, потому что слово конкурс, мне слово конкурс не нравится. Потому что это все равно называется, как бы, ну, оценивание. Вот. И иногда исполнители, они такие, ну, конкурс, конкурс. И я тоже таким себя впечатлял. А вы не понимаете, что конкурсы, это не для оценивания, это для того, чтобы показать себя. Конечно. Поэтому это одна из таких, как бы, сложных, не сложных, а несущих, как медиа, в медиа засветиться, в медиа высказаться. А это тут еще и бесплатно, возможно. Это возможно. Да. Поэтому выступления не каждый день в клубах, там определенное. Вот мы с тобой сегодня говорили о том, что там пришли на тебя определенные. А там с большой сцен, например, из десяти только один может знать тебя на большой сцене, да, и услышать. О, это парень, да, это хорошо. Потом он ищет на интернете. Ну, это того, что я... Потом подписчики после этого концерта добавляют. И ты смотришь, о, хорошо. Поэтому я считаю, что да, мы такой пласт немножечко упустили, но будем в него входить сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу рассказать, что на моей душе Когда вернешься, не знаю Может даже через много дней Есть у сердца секреты Сильнее, чем сотни снов Ими могу поделиться я Только с любимым отцом А ты, ты, опять далеко от нас Ожидаю каждый час, час Бесточку от тебя Я на дисплее Я, я так далеко от вас Сейчас Ожидаю каждый час, час Бесточку от вас Я на дисплее Я на дисплее Я, я так далеко от вас Сейчас Ожидаю каждый час, час Бесточку от вас Я на дисплее Сейчас у тебя тур Это прям тур-тур Это мини-тур Мы его так называем Выступили в Челябинске Вчера в Екатеринбурге И завтра мы в Омске выступаем Это мини-тур Августовский Дальше у нас Кемерово, Иркутск Москва Нижний Новгород Мы Делаем Не по одному городу А по нескольку Потому что мы сами Организуем концерты Сами рассчитываем Доходы, расходы И нам нужно Чтобы Концерт не ушел в минус Ну, потому что Есть аренда Есть переезды Ну, это без этого Конечно Поэтому мы делаем Таким мини-туром Мы попробовали В декабре Сделать Большой тур Мы работали с ребятами С классом С Александром Яковым На Восток У нас был Тур расписан До Владимика Мы когда приехали Купили билеты Чтобы Сэкономить Потому что самолеты Вообще Нереально Сейчас до Владики Ну да Это как в Таиланд Слетай город И дешевле Поэтому мы простроили маршрут Так, что мы на поезде Вот, маленькие Коротенькие Переезды И все И в Чите У нас уже в Чите Было 20 человек На концерт А там дальше В Благовещенск В Владивосток Еще по 20 Мы решили Пишем людям Ребята Возвращаем билеты Извините До вас Не доедем Вот это был Первый наш опыт Тура Когда он Не до конца Удался Но мы все сами Я всегда Всех успокаивал Потому что И мы ездим Причем я не один езжу Вот нас сегодня Четыре А в том туре Нас было семь Человек И я всем говорю Ребята Успокойтесь Мы только начали Потому что мы сами Мы набиваем шишки Ну надо через это пройти Да, отменили города Ну Так бывает В Екатеринбурге Первый раз В Екатеринбурге Очень понравилось Первый раз Мы сегодня здесь Приехали ночью С вокзала Ехали на такси Естественно Ничего не увидели Когда проснулись Вчера За день до концерта Вот Мы посмотрели Очень понравилось В Екатеринбурге У нас очень много Знакомых отсюда Это Артем Егоров Директор лейбла Парадигма Он начинал работать С дней лет У вас В Екатеринбурге Кстати Кладезь талантов Ну это мы знаем Леша Их много Моя Вот И мы всегда Думали А как там В Екатеринбурге Побывать И вот Мы приехали И ощутили На самом деле Какое-то Творческое Вот это вот Аура творческая Когда погружаешься Этну музыку Они здесь Обожают Потому что Культура идет И с запада И с востока И она вот Где-то вот здесь А ну все Поэтому Миксуется И здесь Очень много Таких музыкантов Энергетически Место Очень Ну по-простому Крутое Мы даже Вот Утром Проснулись Все делятся Как кто спал И все говорят Что очень беспокойные Сны были Очень какие-то Насыщенные Я говорю Ну видимо Место такое Вот Вот так Нас встретил Екатеринбург Я думаю Что Обязательно Сюда вернемся За этим ощущением Давайте Приезжайте Будем ждать Обязательно Публика вчера На концерте Ну Крутое Очень понравилось Потому что Была отдача От зала Я понимал Что Не все Кстати Я понимал Что не все Знакомы с моим творчеством Кто-то Кого-то Приволок Служи Садись И слушай Макс Версига приехал Но В конце Два часа Я Подписывал Плакаты Фотов Это было круто Публика Очень Назвучит Что-то Облег по времени 24 Так Ну я и думаю Или мы дальше продолжим На две программы Или мы останавливаем Достаточно будет Есть у нас о чем Хочется о чем-то Рассказать Да мне кажется Я бы всем рассказал Ну Ну давай Давай Про песни основные Да Самое главное Что воды нету Что воды нету Самое главное Не льем Вот Не тянем вред Вот Я думаю Да В принципе Да Такая квинтэссенция Ну что Олег Туда На общий выходи Ну что Максим Время не резиновое А это очень жалко Мы бы еще С тобой поговорили Но мы с тобой еще Обсудим некоторые вопросы За камерами Спасибо что пришел К нам в студию Спасибо Александр Что позвали Надеюсь На дальнейшее Наше Творческое Содружество А вам До свидания До новых встреч Огонь от свечи Освещает икону Слышно едва Как молитва Звучит Ты сохрани И очисти Дорогу От бед и ненасти Его сбереги Пусть он не встрет В пути супостов Пусть непогода Пройдет стороной Пусть на рассвете Или заката Сын мой родной Вернется домой Мама не плачь И не грусти Пусть высушит ветер Слезы твои За горизонт Ты загляни Мама не плачь Я уже в пути Мама не плачь Я уже в пути Мама не плачь Мама не плачь Мама не плачь С нами как ангел Чувствуешь силу ее А берег И когда трудно Когда небо неясное Пусть мамы молитва Поможет тебе Станешь у церкви Друзей своих вспомнишь Кто не вернулся Когда-то домой Тихо у Бога Снова попросишь Ждать матерям В сердце покой Мама, не плачь И не грусти Пусть высушит ветер Слезы твои За горизонт Ты загляни Мама, не плачь Я уже в пути Мама, не плачь Я уже в пути Мама, не плачь 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 И не грусти Пусть высушит ветер Слезы твои Мама, не плачь За горизонт Ты загляни Мама, не плачь Я уже в пути Мама, не плачь Мама, не плачь Я уже в пути Мама, не плачь 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 Продолжение следует...